Так, сказано, сделано. Теперь нам надо раз, два, три, четыре, две пары крыльев. Будем делать крылья. Для этого у нас тоже все есть. Старайтесь разминать глину хорошо, иначе она будет плохо садиться и вам будет трудно. Так, поехали. Так, чтобы сделать вот эту шейку, я сейчас взял полоску глины и оберну ее вокруг вот этой вырезки, которой мы делали здесь отверстие. А потом еще сделаю здесь декоративную полоску. Как ее делать вы знаете, но для тех, кто не знает, я просто покажу быстро. То есть я беру такую шестереночку, прохожу ей пол глини и вырезаю, получая таким образом вот такие ребристые элементы. Теперь установим колечко сюда, а обмотаем его вот этой трубочкой, вот этим декоративным элементом. Стараемся делать аккуратно, не натягиваем. Вот так, сводим в одном месте. Чтобы создать полусферу, вот эту выгнутую, да, я возьму вот такая у меня есть формочка. Ну, у кого нет, может воспользоваться чем-то другим. Таким формом, что главное. Можно сверху накладывать. Ну, факт то, что вот мы такую форму с вами получили, ее надо запечь. А тем временем мы можем продолжить заниматься нашими... Я запек такие кружочки, колбаска кружочком. В общем, специально не делал ровный круг, потому что я хочу сейчас точно подогнать. И вот сюда уже ее... Вот мы видим, что здесь есть запас, да? Так, маленький. И вот этот запасик мы сейчас отрежем, что нам не нужен. Здесь придется уже, так как у нас эта штука запеченная, то нам придется, естественно, ее приклеивать. Так, для того, чтобы точно знать, куда нам сажать, давайте сначала прилепим сюда один декоративный элемент. И выясняется, что второго кружка не будет. Ну, не надо. Будет один, значит. Не подрасчитал немножко. Так, делаем сначала крест-накрест. Наши декоративные элементы сажаем. Так легче определиться без разметки специально. Так. Когда все заготовлено, уже намного быстрее идет дело. То есть мы только распределяем декоративные элементы. не заботитесь о том, чтобы их изготавливать. Они уже у нас изготовлены. Ну и так вот еще по всему. Знаете, я все-таки решил исправить эту ошибку. И по всему я вырезал кусочек полосочки. Потому что, ну, очень мне хочется плетеночку эту и показать я вам хочу, как я ее делаю. Может быть у кого-то другой способ есть. Пока у меня она получается, вот эта плетенка не совсем уж ровненькая, красивенькая, но я учусь. Так. 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 Ну и тут уже в целях экономии времени Я не буду запекать сразу же. Сейчас поставлю сюда колбаску. Надеюсь, что она будет держаться. Музыка. 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 Ну что тут у нас еще не хватает? У нас не хватает с вами этих захлёпочек. Сейчас наделаем без проблем. Наделаем больших и маленьких. И аккуратненько поместим это все сюда. Так. Вот наделаю я таких тоненьких полосочек, колбасочек. И сейчас попытаюсь сделать плетеночку. Пока мне толком не удается. То есть она равномерно не получается. Как бы я ни старался, но где-то так. Я думал, может я еще подвешивать надо и так накручивать. Ну и давайте последний элемент изготовим еще. То есть дофрежеванную трубочку. Даже две. Сделаем одну, а потом из нее целуем две. Потому что вот здесь она у нас присутствует. И мы ее обязательно сюда и поставим. То есть вот так. Здесь прогладим немножко. И потом просто напросто отрежем. Если мы чуть прикатаем, то получаем гофрированную трубочку. Те, кто с нами давно знают, это я показал для новичков. Так. Я слышу, вышла из печки еще последняя наша запекалка. Ну и... Немножко не хватило у меня все-таки клина. Пришлось ее на синюю делать. Ничего. Пусть она остывает. А мы с вами займемся яичком. Так. Начнем прямо с крылышек. То есть берем одно крылышко. Приклепляем его сюда. Второе крылышко соединяем, прикрепляем сюда. Вот так. Немножечко пониже. Вот. Готово. Теперь шестерня сюда. И шестерня сюда. Между ними у нас будет трубка, да? Так. Что нам еще надо? Возьмем еще по этой шестеренке наложим сюда. Здесь поставим маленькие. Которые... Носечко произведем. Вот так. Следующим этапом розочку. Лилию вернее. Ставим ее сюда. И... Здесь возьмем лилию. Тоже поставим ее сюда. Так. Я вот смотрю. Так. Тихонько оформляется у нас. Теперь сюда парочку заклепочек. Сразу же их декорируем. Так. Так. Наверх поставим шестерню. Крутенько так. Так. Далее равномерно. После издавить. Так. Здесь можно положить вот этот декоративный элемент. Вот так выглядит одна сторона и точно так же сейчас сделаем вторую. Заодно поместим сюда корону. С одной стороны, конечно, работать с сырой глиной тяжело, а с другой стороны не нужен никакой клей, все само прилепляется. Вот так. Ну и точно так же вторую сторону. Так, ну настало время верхушки, поэтому мы сейчас смажем здесь ее, посадим на место. Ну и здесь тоже нам нужно будет не слабо. И теперь немножко загнем зубчики вниз, создадим такой веночек. Так, это можно отсюда достать. И вот так, в таком состоянии нам нужно будет еще раз запечь. Ну а с этой стороны мы сделаем таким образом. Сначала надо будет проклеить тут все тщательно. На вершинку поставим в наших лили. В середине поставим шестерни большую. Вот так. И здесь уже поместим шестерни поменьше. Есть. Немножечко. У меня уже развалилась моя штука. Но это не беда. Мы же с полимерной глиной работаем. И поэтому собрать эти части не представляет никакого труда. То есть вот я подставил крылышко очередное. Готово. Так. Теперь здесь поставим побольше заклепочки. Так. Здесь тоже не мешало бы. Так. И здесь. Так. Создадим рельеф. Ну а здесь сделаем еще маленькие заклепки. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...